Живи сегодня брат, завтра может не настать, береги семью друзей, почитай займать, говорим в глазах, если есть что мне сказать, с раздачи 4 туза, можно очень долго ждать. Ну это бля братан, ну что, Серега, рекомендуют выбирать шершавые. Ну я здесь ничего не могу поставить, тупо говно. Ну серьезно говорю, отвечаю. Ты профессионал, да, в арбузах? Да, это последний, короче суть, куда мы арбузы и по-быстрому расскажи. Ну мы едем в рыбку, в рыбцентр, к пацанам и к Аполлону в частности, взяли Аполлону вещей, переодевалки, всю эту крижуху, ну и думаем пару арбузов каких-то взять. Кстати, вот одна, я на него тоже приглянул, у меня был дунайский, 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 почему? Да бери нормальный, я думаю, что, да, бери паховичка, бля, бери паховика, да. Посмотри, не юн, бля, ну отвечаю, бля, бери. Кого? Ох! Посмотри. Что, течет? А, да это, что-то этого течет? Нет, это как-то по носу, да, бля, это, что-то, что-то. Это такой, бери такой, но, это. А пока зубы, я читал, понял, что... А вот такой, да, ушиба, да, не имею. О, хрустит, да? Что сказать? Ну, короче, берем, да, вот этот. Да. Еще один, да? Два по-любому. Вот этот мячик, да. А ну, дави. Только не раздави. Нет, этот мягкий. Сколько людей? 8. Давай, короче, знаешь, и сделаем. Вон дыньку лучше. Один арбуз. Ну и дынька. Одну. А ну, да, я спрошу с нее. Что ты давишь? Ты нормально, вкусный дынь обудешь. А вы нормально? Не, вот эту бери нормально. Или вот эту? Не, 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 это какая-то бледная, да. Вот эта нормальная. Все, погнали. Что не бегишь, не встречаешь? У него, я не знаю, что вы делаете от чудеса. У него щеки розовые. Не трогайся. Я сегодня кушать вам готовил, но... Красавчик. Как ты? Ну, вот. Красавчик. Он все умеет, бля. Все умеет, все делает, все знает. Все умеет. Так, короче, мы приехали, привезли тебе переодеться там туда-сюда. Тебе надо? Да, братан, соскучился, сука, блядь, за него. Вот, Натуля, вот, ребят. Беги, сука. Нормально, я уже больше. Я извиняюсь, я извиняюсь за матюки. Реально соскучился. Я не знаю, вот именно. Да? Бывали там время, знаешь, какие-то... Ты меня... Я тебя вообще видеть не хотел. Это серьезно. Оно всегда так бывает. А вот сейчас, реально, мы даже вчера стоим. Что роднюлька, блядь, встал. Да, стоим, думаем, блядь, так не хватает именно. Красавелла. Сейчас ты увидишь нашу сестру. Ну, ты... Ждемте пообедать. А сейчас мы как раз заберем, что там. Так, здравствуйте, Саша. Михаил. Саша. А, Димон. Да, мы уже знакомы, да. Так что... Ну, что, приглашаем пообедать. С радостью. Отведаем. Отведаем с радостью. Саполон варил, да, гороховый сет? Да, да. На копченых ребрячках. Ты его ешь? Да. Да, дешево. Да, дешево. Приобранный месяц. Дайте, дайте обниму. Да, дайте. Простатки. Я специально. Приятного аппетита. Здравствуйте. Услан, ну так ты уже как на правах. Бывалого. Приглашай нас. Я тут съездил. Ничего же я сюда. Присаживаться, да, можно? Да, да. Спасибо. Я сегодня сухарик и жарил. Супчик варил на ребрычках. Сам варил? Ну, а кто? Это не русский, русский, русский. Посмотрим. Посмотрим. Да? Да, духовный рост начинается. С малого. Ой, какой суп. Ты же красивый. Красивый. Я дома так не ем. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Аполлон сегодня на дежур. Дежурный по кухне. Как тебе вообще эта роль дежурного? Ты знаешь, здесь ничего такого нету. Нету? Нормальный мужчина должен уметь приготовить покушек и помыть посуду. Дежурный по кухне. Ну, я же говорю так. По проценту. Нет, здесь не лаконей нету. Каждый, ну, здравый человек должен понимать, что все должно здраво быть и должно быть какое-то дежурное. Потому что вот далеко не пирага, что тут именно нос. То есть вы, вы... У нас точно так же было на даче, в принципе. Да. Вы по очереди, да? Да. Как происходит все? И по каким дням сейчас дежурный. Я сегодня сам вот так случайно выпросился, говорю, у меня лень сидеть. Когда приходят, я сегодня твои едут. Руслан, дай тарелку. То есть вы проявляете инициативу, да? Конечно. Две тарелочки мы ссыпем. Да, за секундочку. Можешь тебе помочь? Слушай, ну ты быстро включился. Вообще красавелла. Ты вообще, именно... Но повышенный, так сказать, сразу зашел. Так мне кажется, он и поздоровел, смотри. Сразу дежурствует, смотри. Да, он сразу внубер, но он сразу внедряется в комнате. Ну ближний, ты не болезнь. Да, это воля не будет. Опытный, да? Да. Знает, где тепло и сухо. Не-не-не-не, мы сейчас тут кушаем. На Викцентре, в Светлане, ставите кухня. Ха-ха-ха. Что ты думаешь к святости, да? Ха-ха-ха. Святость к святости пока. Ха-ха. Ты сам же освещаешь, да? Ну конечно, приятно. Сын, присутствует. А ты вообще, ну много блюд знаешь. Вареники умеют. А я все умею. Много не надо, главное святость готовить. Конечно, хорошо. Нет, Руслан Викторович нормально готовит. Я помню, он мне в Буче выделывал тоже блюда. В Буче ели вон. Да, на костре причем. Ты же знаешь, как там в Буче. А тут на плите он может вообще такое сделать, чтобы просто... Ты что, любо-дорого смотреть на тебя? Да, нормальная, нормальная, энергичная, более стал, что сложно. Спасибо вам. На здоровье. Вроде бы, знаете, вот что тебе хватало. Слушай, еще одна тарелочка. Ага, да. Вот сухарик, как же это. Это затарка, ты... А тебя допускают к этому, к складу продуктов? Нет. Нет? Елена, батька, она выдает с утра. Вот это Женя, да? Баран? Да, да. Ты уже влюблен? Клибо, может, ты под Женя себе влюблен? Блин, вот это судьба. Аминь, брат. Молодец. Ты не живем быстро? Да, да. Ну, ты видел, как мы вот садились, он встал, молитву зачитал. Как насчет этого, вот расскажи, может, чай божьи пить? Не как вообще это? Ну, здесь такого не мало, там, как на других центрах, я тебе скажу, хочу там сказать, постоянно молитвы, какие-то разборы, шагов, там, да, там, библии, там. Здесь идет борьба со мной. Утром встали, разобрали что-то, какие-то мысли свои. А то есть сели, пообщались? Конечно, да. Попалились и разбежались, кто заниматься своим, кто своим, богом, как говорится, служить. То есть мне нравится тут, да? Тебе так не напрягает, в смысле, в принципе. В таком центре я даже в мечтах, в мечтах, ну, подумать не мог, что есть такие центры. А вот он, а вот их плот, да? Так, малин, хребтел. Ну, житуха, ты согласен, что житуха дает? Дает, да. Когда дает, правильно начинаешь. Правильно играть, значит, да? Да. Правильно играешь, правильно дает, правильно? Ну, это грубо говоря, когда появляется желание. Смотри, ты ознакомился с обязанностями дежурного по кухне? Я и так их знаю. Чистые руки. Самое главное, чистые руки. Чистые руки и помыслы. От меня мылом пахнет постоянно. Словно кондолирует. Тюремная закалка. Каких людей нет, чтобы ты принимал? На. Ставь, спасибо. Я просто наболевшая, полчаса проходит. Откуда ты меня знаешь? Я вам даже ложись по сквейну. Восемьешься, ну поймешь, помнишь, мужик. Просыпайся. Ох, персонаж. Еще раз. Где я сплю, покажешь сегодня моим Вячеславу Викторовичу. Вячеславу? Да, а что, нет. Пускай посмотрит, где он летает. Я думаю, он и сам увидит. Пятизвездочная растительница. Это моя не нара, а кровать. Ты здесь живешь, да? Да. Выдали тебе белье. У меня женщины какие висят, хотя на других центрах такое не положено. Да? Та! О чем ты говоришь? Балкон. Есть выход? Есть. Та-то шо. Отлично. Выпал себе здесь, да? Может, они белые люди, да что, Саша? Очень белые. Та ты вообще, я тебе, если честно, завидую. Белой зависти. Потому что у тебя сейчас есть возможность. Я говорю, мы так, дорогие зрители, таких центров вообще только мечтать, мечтать. Где на центре ты куришь? Где? 1500 фильмов у тебя заражено в этом, в плазме. Пожалуйста, смотри. Если там кто-то грудью потрусил, ничего страшного, никто тебя за это не наказывает. Так что, на других центрах за сигарету выгоняют. Скажу вам так. Да? Да. Ну. Красавчик. Класс. Молоча. Как происходит атака, борьба с самим на заборе, работа. То есть, выплеск эмоций, да? Ну да. Тоже? Захотел умазать дружку, сразу сюда идешь. Нормально, помогает? Конечно. Ну класс. Смотри, сильно не перестарайся. Потому что напрягать себя тоже нельзя. Зарядку делаешь какую-то, по рукам? Постоянно. Как в Белой Церкви. Ну класс. Давай. Покажи, как это ты. Супчик. Супчик. Нормально, нормально. Супочка не кипятилована. Через неделю уже десяточку будешь делать. Давай. Навруся. Опа, пресик. Покажи, как ты пресик делаешь. Опа. Давай. Зафиксировался. И уголочек держи. Да держи. Твой, да? Да. Да. Это только его мыль. Живой, Семеновый. Это был чисто лишниковый, да? Купы-купы. Чисто лишниковый, да, бассейн? Да. Ну так давай спустись. Как там? Покажи, что там. Как ты туда заходить будешь? Как ты туда заходить будешь, покажи. Я ныряю сразу. Ну сейчас не надо нырять, просто покажи, как ты заходить будешь. Так, вот так, да? Что, тапочки не заходили? Нет, конечно. Это логичный большой. Ты эти упражнения все знаешь? Вот это делаешь, вот это упражнение делаешь? С детства. С детства, да? Вот это тоже, на боку. Я помню, не думаю. Вот это по Сусу Погорохову. Вот это с ним происходит, вот это по Сусу. Нет, это заехал только. Только заехал. Да, все наоборот начинается. И выйдешь вот таким вот. Тиром. Вот это да. Слав, флажок. Хоть какой-то флажок именно. Нет, флажок. Тогда все, короче. Это мой последний уровень. А, ну покажи, подожди. Давай. Опа. Ну хоть так, а ну. Что-то классно. Сейчас, сейчас. Готов, да? А ну давай, подожди. Это какая-то переменная ланьямина. Горимый шестерский, давай. Да. 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 Какой-то. Какой-то. Ты, Кейль, выходишь, пояло с глазу. Оп. Пошел он. После рецепта. Сейчас ты такой, о, почи. Готов, да? Ты уже должен без ракетки езжать через леденку. Ага. Тапочки. Брусья. Брусья. Силой мысли, именно, побеждателем. Это пока в голове трататухи еще есть, да? Да, конечно, есть. Да. Это все цао, а скоро-то хорошее. Да. Сипецкий, шестер. Что-то, что-то клево. Шестерный, да? Под супом. Под супом. Что ты это упадуешь? Привет, это Руслан. Привет, Руслан. В этом центре. То есть, Руслан где занимается, чем занимается? Ну, мы проводим, так скажем, здесь групповые занятия. То есть, это комната для проведения терапевтических групп, групповых занятий, занятий психотерапии. То есть, здесь ребята все удобно размещаются, все вместе и проводим занятия. Вот у нас вот есть. В данном случае хочу показать. Это таблица чувств. Вот это чувство, которое испытывает каждый человек. То есть, они могут быть позитивные, негативные мысли, страхи всякие. В принципе, да, я смотрю. Гнев, бешенство, ярость, ненависть, истерика, злость. Ну, да, ну, в принципе, это все знакомое. То есть, все вот такие вот... Грусть. Все, что с тобой происходит. Страх, грусть, радость, любовь. Просто если брать, допустим, само заболевание, алкоголизм, наркомания, то давным-давно учеными доказано, что наркомания, алкоголизм, это есть болезнь. И болезнь замороженных чувств. То есть, определенные чувства, которые испытывает человек, ну, и неправильная реакция на эти чувства, вот она, так скажем, двигает человека, либо там, да, идти в употребление. И за... Ну, так же самое это может быть, как, если даже вспомнить в детстве, как было, да, первые разы употребляли, то есть употребить, да, надо употребить. Либо это может быть хорошее настроение, тогда, окей, давай отметим, да. Либо же это может какое-то там горе или уныние, и тоже что, ну, давай с горя там напьемся или еще что. Если мы, как люди, ну, не научимся отслеживать наши чувства, ну, какие чувства мы сейчас испытываем, да, положительные, отрицательные, как мы реагируем на эти чувства, вот реакция на чувства и отслеживание наших чувств, вот оно очень сильно помогает, да, ну, то есть не уходить в употребление, там, анализировать... То бишь самоконтроль. Да, самоконтроль, это самодисциплина, самоконтроль, и, ну, очень, ну, важно действительно отслеживать свои чувства и правильно реализировать на них. Ну, у нас около десяти человек, вот, так скажем, костяк нашей команды, те, которые трезвые уже, там, и по 12 лет есть, ну, и по 5, и по 6, и по 7, то есть и мы тоже вместе с семьями собираемся здесь и как-то своим примером, тоже своими свидетельствами, ну, делимся, рассказываем. Ну, для меня, как бы, я почти 6 лет тоже трезвый, для меня, ну, очень сильно, ну, очень сильно, ну, на меня повлияло, вот, там, на моем первом году трезвости очень сильно повлияли люди, которые стояли перед одной, которые были, там, 5, 6, 10 лет трезвыми. Ну, для меня это очень сильно повлияло. Я посмотрел на них, я, ну, подумал, что, ну, а почему, я тоже смогу. Ну, да, у нас тоже, у нас, ребята, мы, в принципе, и говорим об этом, что бывшие наркоманы бывают, и они есть. А, Руслан, скажи, такой момент, как посещение, то есть у вас, вот, к примеру, это только для нас в виде исключения, что мы к Аполлону приехали, или можно посещать, и какой режим посещения, допустим, родных или друзей, ну. Нет, есть семейный день, Дима, можно тебя на секундочку? Вот Дима тоже. Да. Это Дима, ребята, вы уже знакомы с Димой. С Советским Союзом. Первое и третье воскресенье месяца, то есть родительский день, происходит в формате с 10 до 2, с 10 до 12 непосредственно, как бы, общение, ну, с родственниками, а с 12 до 2 проходит группа лесозависимых, ну, для получения. Знаешь, как дальше двигаться. Ну, как, помогать, чтобы и семья, и окружение помогали ему в дальнейшем. Ну, да, потому что стратегии поведения взависимы, знаешь, после выхода из центра, часто как-то возвращаются, знаешь, чтобы могли понимать родственники, и какие взаимодействовать с ними на этом этапе. Нам кажется, что наркоману больше нужна поддержка не нежности, заботы какой-то, а понимания ситуации, в какой он ситуации оказался. В такой момент, что это не произошла в свое время сепарация, то есть отделение, знаешь, когда ребенок вырос, но остался как бы при маме, знаешь, ему может быть 20, 30, 40 лет, а он такой же, помнишь, когда был витенька, ну, в то время, ну, чуть-чуть. То есть его матери просто, ну, такая болезненная гиперопека, знаешь, то есть он уже понятно, он где все с дома там вроде вынес, она там последний заняла где-то день в ревцентр, все там, через пару месяцев начинает опять там где-то собирать, там, одалживать, ехать, знаешь, ну, это тоже, то есть это вредит, и это на самом деле вопрос, как бы, ну, зависимости, да, болезни, как зависимость, это вопрос не конкретный, а просто человека, который употребляет, это вопрос всей семьи, то есть папа, мама, ну, однозначно зачастую родственники становятся созависимыми, да, то есть понятие созависимости, это вот понятие как будто гиперопеки над этим человеком, там, переживания, то есть, и, ну, родители думают, что только они могут ему помочь, и они как бы должны, там, ну, родители живут жизнью этого человека, да, то есть То есть они переживают, многие те же самые чувства, что он переживает, и тем самым им тяжело. И зачастую родители не готовы, человек через полгода возвращается с репцентра, родители, если они не посещали группы для родственников, для созависимых, они зачастую не готовы увидеть его, принять его таким новым, как он вернулся к ним. И на этом фоне очень часто создают триггеры какие-то, которые его потом подталкивают. То есть люди опять возвращаются в это время, потому что их не приняли измененными, их не приняли такими, какими они стали новыми, и родители не готовы. Поэтому очень важно в комплексе работать и с ребятами, и с родителями, и прорабатывать очень тщательно эти моменты. Ну так же самое, там не родители, жены могут быть. Да, да, окружение, близко. Зачастую как бы говорят, у меня все нормально, это он наркоман, алкоголик, меня не трогайте, типа ну с ним решите вопрос. Я не помню по статистике сколько я там шел. Ну по-моему 50% скрывал, происходит из-за того, что непонимание с родственниками, знаешь, не находится вот этих. То есть я не понимаю действительно такого. И еще такой момент, я же трезвый. Родили тебя трезвым тоже, знаешь. Ну вот эти обиды тоже имеют, знаешь, какие это значения. Что тебя типа за это не кладят, что ты уже будешь трезвым. Ну типа да, типа ты уже все, типа ты уже сделал сверх такое естественное, что вот что вы хотите от меня, я же уже трезвый, все, я красавчик. Я сделал такой поступок именно, что вы должны возле меня все вообще там, чуть ли не это самое. На самом деле трезвость это только первый шаг. Это только первый этап, да ребята. То есть ну действительно, когда если ты трезвый, ты красавчик, но тебе надо еще столько много работать именно над собой и идти дальше. А не просто останавливаться на этом периоде, что вот ты трезвый и все. И ты вроде бы больше ничего никому, ну ничего не должен, ничего не делать. Делать, да. Можно лечь и валяться. Да, я хожу, переделаясь трезвый и тебе. Ну да, на самом деле обрести трезвость, ну не сложно, сложно ее удержать. И найти себя дальше, да. Чтобы она стала не сухой трезвой, а комфортной. Потому что может быть ты трезвым, тебе хуже, чем в употреблении. Ну да. То есть тебя забрали на поте, у тебя такая пустота внутри. Много вещей не позаполнил. У меня там процессы тоже не скрывается. Поэтому, ну поддерживающая терапия, группы. Супер, спасибо, донесли в принципе нам очень доходчиво. Я думаю, зрители тоже наши. А мы сейчас еще у Аполлона еще поинтересуемся. Я так и не понял. Я дежурный, я там это и все. Что задвижь, надо более подробнее у него сейчас. Слушай, расскажи, как он эти дни. Как вот у него эти дни проходят, как день начинается, как вообще это. А то я дежурный и от супа наварил. Всем еще раз привет. Хочу, во-первых, до начала поблагодарить вас всех за ваши комментарии. Некоторые из вас прочитал. Очень вы меня мотивируете, ребята. Поэтому я не подкачаю вас. Будете видеть, все будет на ваших глазах. Вот. Значит, по подъему у нас... Что у нас по подъему? Я еще на карантине, в принципе. Но... Сколько дней на карантине? Две недели. Скажу вам так. Зарядка. Встали, помылись, там сходили в туалет и т.д. и т.п. Зарядка. Потом разбор какого-то слова. Там трезвые мысли. До и после. Обратные моменты. Все. Это разбирается. Собираются закупы. Завтрак. После завтрака опять какие-то там идут арт-терапии. Йога. Ничего себе. Йога. Ты уже знаешь какие-то приемы из Йоги? Я сегодня просто на это самое. Но брат был. Брат немного в ропоте был. Потому что Йога. Говорит. Я же ухожу на четвереньках. Стоять и попой шевелить. Для меня это пока не касается. Потому что я еще на карантине. Но как бы я сам напрашиваюсь чтобы уже. Какой карантин. Давайте в движуху. Хочешь в больно. Ага. Все моменты там касаемые. Там. Чай. Кофе. До 10 часов утра. Пожалуйста. Бегом попили. Покурыли. Разбежались. Кто куда. Кто за березу. Кто за елку. Что дальше? Дальше опять какие-то там программы. Я еще на них не участвовал. Но опять же вечер. Кто что сделал хорошее за день. Кто что сделал плохое. Опять же оно разбирается. На виду всех. Ужин. Полудник есть. Чай. Да ты что. Это чай. Там с конфетами. Или с печенюхами. Опять там о чем-то побеседовали. Днем спите? Час после обеда. Отлично. Тихий час. Тихий час. Да. Чтобы салко завязалось. В узелочек. Да. Всем еще раз подписчикам. Слово доброе. Я читаю ваши комменты вообще именно. Кугар. Как там было написано. Не помню. Ну ладно. Ну приятные да. Приятные комменты. Это очень. Кстати. Я еще в тот раз хотел передать. Забыл просто. Есть такая командировка в Днепропетровской области. Называется Аполлоновка. 21ая. Солонянский по моему или Апостоловский район. Я не помню. Так вот. От Аполлона. Аполлоновки. Вообще респект. Вообще. Вообще всем командировкам. Которые смотрят наши передачи. И т.д. И т.п. Я с вами здесь. Я спрыгаю пацаны. Я спрыгиваю. Вы мне не верите? А я спрыгиваю. Пока вы думаете. Ты уже делаешь. Я уже делаю. Да. Красавчик. Руслан. Еще раз тебе лайк. И уважуха. От всех лица. Да. В лице подписчика. Я пропиздовал. Как вы там написали. Пиздуй. Выздоравливай. Я пропиздовал на выздоровлении. Так не матюкайся. Тут же с матюками что ли. Мы сейчас за пределами забора. Можно. Да. Все чуть-чуть. Позволить. Да. Так чтобы никто не видел. Да. Аполлон. Я тебе так хочу сказать в двух словах. На данный момент тебе опять несказанно крупно повезло. И если ты сейчас этот шанс профукаешь. Нет. Я этот шанс не фукаю. Серега рядом. Я напротив тебя. Я тебе говорю это в глаза. Что никто уже не будет тебе такие шансы. Я думаю что житуха тебе не выдаст такой шанс. Согласен. В нашем лице тоже. Согласен. Так что если будешь продолжать здесь находиться. Не будешь чудить. Не будешь отваливать. Я уверен что в скором времени у тебя все наладится. Я докажу это самому себе в первую очередь. Да. Не кому то там. Все правильно. Виктории и Лубне там это. Сам себе вот докажи что у тебя еще есть стержень. Что ты еще. Есть еще порох в пороховницах. Когда. Конечно. Мы тебя также будем поддерживать. Наверное. Всячески. Реально если ты будешь. Ну. Действительно какая то взаимность будет. А мы увидели эту. Наконец то. Да. Увидели эту взаимность. И бля. Желаем тебе именно реально скорейшей трансформации. Именно изменения. Будем способствовать. Заезжать. Конечно. То есть тут есть дни по которым мы будем приезжать там. По воскресеньям. Будем к тебе залетать сюда. Может будем затягивать интересных людей. Для пацанов. Для тех. Для людей кто выздоравливает. Для общения. Может что то организуем интересное придумаем. Короче. Мы будем рядом. Да. Будем рядом. Ты уже тоже познаваешь всю движуху полностью. Чтобы в следующий раз нам тоже что то рассказать. Может кто то. И будет сюда заезжать. Ты уже будешь как именно. Наставник такой. Маленький. Ну да. Рассказывать. В курс вводить. Дел. Ну в курс вводить это еще там. Понятно. Не все сразу. Пол годика надо. Ну ты какой уже день. Третий день получается или второй. Когда мы поехали. Седьмого числа. Я переночевал. Ну вот. Третий день. Третий день. Ну я тебе хочу сказать. Что ну. Ты себя. Ну. Более. Знаешь. Вот именно сейчас. Чувствует. Именно себя. Ну так смотрю. Где бы. Как светится чуть-чуть. Есть. Мы находимся в божьем доме. Правильно? Ну. Дай бог. Как говорится. Кроли рядом у тебя фазента такая. Вообще. Королей у меня. Вон. Смотри. Вон Виктория идет подслушивать. Смотри. Виктория. Виктория. Иди сюда. Виктория. Ну потом поближе познакомься с Викторией. А это кстати твой тезка. Клюет там. Видишь. Это Русланчик. Тоже тезка твой. Русланчик. И Виктория Голубный. Они. То есть. Главное. Я извини тебя перебью. Главное. Твоя ответственность какая. Чтоб они. Не долбились. Блин. В землю. Понял. Знаешь. Старался в землю долбиться. Головой. Он же долбит. Ну вот. Смотри. Ты должен. Смотреть за головой. Ну то есть. Куча кометелей. Перья там. Лишние вот эти вот. Выщупывать. Которые знаешь. На голове. Чтоб не оброслала голова. Смотри какая Виктория красивая. Спокойная. Виктория. Виктория. Смотри. Она на тебя глаз кинула. То есть. Вот. Виктория. Подойди познакомься. Русланчик. Иди сюда маленький. Иди сюда. Вот. Отныне. Смотри. Это. Ваш господин. Смотрила. Ваш господин. Ответчик. Смотрила. Вот. Смотри. Как приветствует тебя Русланчик. Вот. Ты видишь. Вот. Смотри. Ищи все равно. Кстати. Хороший знак. Кал нормально бабок стоит. Кал собираешь. Там. Дрампуешь. Дрампуешь. Кстати. Да. Это очень хорошие фармацепты. Но есть спрос. Не. Чтоб ты понимал. Устрался вообще безотходное производство. Клюв. Когти. Даже шкарлупа. Вот это вот. От яиц. Все идет производство. Перья. Так что следи за всем. Чтоб не никуда налево не уходило. Да. Годится. Годится. Справься с этой ответственностью. Все. Чтоб. Чтоб. А теперь я. По нему танцевать по ночам нужно. Кроли. Расскажи. Я не за кролями. Есть у нас Игорь Филатов. Он же кроль. Ну вот расскажи. Что жду тебя Игорь Филатов. Кроль. Ты где там пропал. Оно сюда. Немедленно. Вот сюда. За тебя он пустует. Да. Да. Фазена твоя пустая. У тебя кроли есть возможность стать ответчиком за кролифилами. За своими братиками. Крилофил да? Да. Кролифил. Я его называл. Кролифил. Подписчики. Ну там вот эта жизнь. Есть формат. Того. Вот именно внутреннего твоего мира. С которым тебе надо будет здесь именно проработать. Это не просто типа как. Чтоб ты понял в первую очередь. Что это не просто шоу какое-то там. За стеклом. Или там дом 2. И на нашем и снимаем. Ну что там ребята приезжают. А что это реальная как бы твоя жизнь. Она реальная. Она настоящий. И вопрос. Ну потом ну сейчас. Вот изменить вот тот стержень твой именно. Чтобы потом как-то переформатировать. И уже идти ну в другом формате.